В эфире программа «Городские встречи» 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 и, соответственно, мы дадим им все контакты, они смогут пойти в секцию. Если у них действительно что-то очень хорошо получается, они смогут уже там добиться более серьезных результатов. На какие средства живет данный проект? Не могу не спросить. Идея, как я уже сказал, проекта возникла уже давно, больше двух лет назад. Но спонсоров или финансов мы никак не могли найти, получить. Разве выезжали, пытались стартовать, дать старт этому проекту. Но сейчас в нашей стране реализуется программа президентских грантов, фонд президентских грантов. Мы приняли участие в этом конкурсе, проект победил, и благодаря фонду президентских грантов мы теперь существуем и можем реализовать такой проект. То есть это уже становятся не разовые выезды, а системная работа в нескольких учреждениях, которые действительно потом мы надеемся, что даст результат. То есть они просто так показали ребятам, они посмотрели, облизнулись и все. А здесь они по-настоящему смогут заниматься и робототехникой, и английским языком уже более углубленно. И в дальнейшем они, опять же, есть проблема такая, когда дети приезжают из сельской местности в город, поступают, то они теряют среду общения, они начинают искать новые какие-то контакты, новых друзей. И мы надеемся, что, приехав в Рязань, когда они поступят в какое-то учебное заведение, и придя на секцию стрельбу из лука, они смогут снова обрести друзей, обрести увлечение, уйти с улицы, опять же. И вот такие задачи мы тоже, получается, этим проектом решаем. Интернаты, помощь оказывается регулярно. То есть во многих интернатах ездят люди, какие-то благотворительные организации, собирают подарки в больших количествах. И цены на эти подарки, грубо говоря, соизмеримы с реализацией нашего проекта. Мы закупаем полностью оборудование, наши педагогики ездят туда, проводят мастер-классы. И наша задача – показать людям, что такая помощь важнее, чем обычный выезд, подарить подарки. Разовые подарки, да. А здесь регулярные занятия. Вот. Нами будет создан сайт. Где вы нашли преподавателей, допустим, от английского языка, готовых ездить два раза в неделю в область? У нас есть в Рязани такие преподаватели, которые заинтересованы в том, чтобы просто даже помогать людям. Они – это центр развития, центр изучения иностранных языков, Куки-склап, они до этого уже посещали подобные заведения, давали подобные мастер-классы, и они согласились с нами сотрудничать и ездить, заниматься с детьми. Вот необычный проект. Кому пришла идея организации его? И есть ли такой опыт у других регионов? Идея проекта пришла руководителю автономной неконемерской организации «Пламенный» Александру Алексеевичу Ширяеву. Именно реализован уже не один такой проект. Мы не слышали о подобных проектах в других регионах. Расскажите про сроки реализации этого проекта. Ну, получается, сроки реализации, они довольно-таки короткие, то есть это 2018 год, но проект будет за счет системности жить довольно-таки долго, потому что, получается, мы приезжаем в школу, ну, я могу на примере «Стрельбы из лука» рассказать. Мы приезжаем в школу, мы сначала проводим среди детей нашего возраста, который нам интересен, это 11-14 лет, лучные бои. То есть это наиболее интересная игра, динамичная очень, и она себя зарекомендовала и в Рязани уже, и в детских лагерях, и, соответственно, мы понимаем, что очень многие дети захотят научиться стрелять из лука, после того, как они поиграют в лучный бой. После этого мы проводим спортивное тестирование, выбираем лучших 10 человек, и эти 10 человек записываются в секцию по стрельбе из лука. Все остальные ребята смогут также посещать эту секцию, но уже в дальнейшем, то есть на будущем, вот это заставит их, вот этот отбор, заставит их там подтянуть свою физическую форму. Вот. А те ребята, которые в этом году уже стартуют с нашим проектом, соответственно, они будут развиваться гораздо быстрее. И в этом году у нас запланировано два турнира, один турнир как раз по лучному бою к 23 февраля в школе в Рязанских садах. Там будут участвовать не только те ребята, которые в секции занимаются, но и вся школа, то есть там команды от каждого класса будут. И второй турнир уже спортивный, запланирован на апрель, когда будет заканчиваться учебный год, ближе к концу учебного года, как раз именно по стрельбе из лука в мишень, чтобы ребята поняли, что такое спортивное соревнование по стрельбе из лука. А в сентябре мы хотим снова приехать к ребятам и запустить снова эти секции, то есть провести несколько занятий вместе с их учителем физкультуры, и чтобы в дальнейшем, получается, секция жила долгие годы, мы надеемся. Потому что инвентарь у них останется, весь, который мы привезем, мы поможем все это смонтировать, поможем разобраться, как можно отремонтировать инвентарь, как его хранить, как нужно с ним ездить на соревнования, то есть нужно все это разбирать и обязательно в разобранном виде возить. Ну и много таких вот нюансов, которые за период реализации проекта мы хотим подчеркнуть. Это на самом деле здорово. А вот что касается английского языка, год дети будут изучать язык, а дальше что? Ну, тоже по всем направлениям планируется системность обучения. То есть наш педагог будет выезжать первые три месяца и будет ездить туда. Сейчас мы уже подыскиваем педагога, который в дальнейшем бы также занимался с детьми. С ним также наши педагоги будут проводить определенные занятия, разработают методические материалы, методические пособия для дальнейших занятий. По каждому из направлений также разработаны рабочие тетради, чтобы дети могли развиваться, записывать что-то. И этот педагог, мы споним, что будет обучать детей в дальнейшем, в течение долгих лет. Ну, то есть, опять же, по английскому языку... Местный, да, сельский педагог. Да. Все же знают прекрасно, что в школах, во многих интернатах, в школах не хватает тоже технического какого-то обеспечения. То есть то же самое, когда приезжают с английским языком или с робототехникой, тоже все это оборудование будет оставаться в учреждениях. И с этим оборудованием будут учить в первую очередь местных специалистов, местных учителей информатики, английского языка, как пользоваться этим оборудованием и как научить, главное, детей использовать это оборудование. То есть здесь очень важно, очень часто грантовые конкурсы проводят, и проекты реализуются так, что вот мы провели мероприятие, и все, всем спасибо, все поаплодировали. А здесь же очень важно, что останется материальная база для дальнейшего развития проекта в учреждении. Были бы тогда учителя на сельской местности готовы принимать такие нагрузки? Да, да, то есть проблем с этим вообще не возникло. То есть в течение одного дня мы вот когда искали интернаты, желающих было масса. То есть все хотели как бы поучаствовать в проекте. То есть условия обговаривались, что это не просто так к вам приедут, расскажут, покажут и уедут, и все. Обговаривались, что вы должны найти в своем учреждении специалиста, который готов будет научиться, которого вы готовы командировать в Рязань, чтобы пройти, опять же, обучение, курсы повышения квалификации своеобразные. И чтобы проект не вышел пустым звуком, а чтобы его жизнь продолжалась. Спасибо вам большое за беседу. Успехов вам в вашем проекте, он действительно очень важный и очень нужный. Телезрителям напомню, что в гостях у нас сегодня был руководитель проекта «Подари знания» Андрей Акиндинов и партнер проекта Александр Морозов. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире.